МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на Хабар-24. Мы продолжаем рассказывать о самом важном к данному часу. В студии Бутагос-Аркулова. Сурда перевод обеспечивает Хасан Исраилов. О работе над законопроектами об амнистии участников январьских событий и трехлетнем бюджете главе государства рассказал председатель Сената. Об этом сообщает пресс-служба Аккордой. Отмечается, что также речь шла о проектах конституционных законов, регламентирующих деятельность уполномоченного по правам человека, конституционного суда и прокуратуры. Президент дал ряд поручений. Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до 16%. Меры, отмечают финансисты, необходимо, чтобы сдержать инфляцию. Она в этом году значительно превысила ожидания, что сказалось на ценах. Вместе с тем, финрегуляторы утверждают, что эффект от повышения базовой ставки не будет мгновенным. Он появится в течение года двух. Ранее базовая ставка составляла 14,5%. Инфляция в сентябре превысила прогнозные показатели из-за ускорения инфляционных ожиданий, роста спроса на фоне положительного фискального импульса, а также внешних шоков и высокой внешней инфляции. Всё это повлияло на решение Нацбанка повысить базовую ставку сразу на 150 базисных пунктов. Задача по поддержанию ценовой стабильности является для нас приоритетом. Сейчас это особенно важно, так как высокая инфляция в первую очередь негативно влияет на наиболее уязвимые слои населения, отражает на возможностях по обеспечению достойного качества жизни. По словам Галымжана Перматова, наблюдаются явные признаки устойчивого роста инфляции. Он отметил необходимость принятия решительных мер, ужесточающих денежно-кредитные условия. Это позволит сдержать дальнейшее ускорение роста цен и стабилизировать их в следующем году. Мы делаем всё от нас зависящее для того, чтобы сбережения наших граждан не обесценивались и создавали прочный фундамент для роста кредитования со стороны банковского сектора. С учётом приведённых мной факторов, Национальный банк и принял сегодняшнее решение. В рамках следующего решения наши прогнозные оценки по инфляции и по другим макроэнергетическим показателям будут пересмотрены. Нацбанки подчеркнули, что регулятор оставляет за собой право дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики при необходимости. По словам главы Нацбанка, потенциал для повышения базовой ставки ещё имеется. Казахстан займёт у Международного банка реконструкции и развития почти 346 миллионов евро. Соответствующие законопроекты сегодня рассмотрели в Мужелесе. Срок погашения кредита – 11,5 лет. Ставка по займу – 2,5%. Эти средства направят на покрытие дефицита бюджета, в том числе на выполнение социальных обязательств перед населением. Обслуживать и погашать займ будут из-за республиканского бюджета. По данным главы Минфины, дефицит в этом году составил около 3 триллионов тенге. Долг сам по себе, он, так скажем, не беда. Это, наоборот, спасает экономику в нужные моменты. Мы же не будем всё время тратить деньги Национального фонда. Они тоже определённые ресурсы, которые мы должны оставить для будущего поколения. Более чем на 270 миллионов тенге оштрафовали операторов связи за некачественный интернет. Такие данные озвучил замглавы профильного ведомства в кулуарах Мужелеса. Напомню, параметры идеальной связи давно закреплены в законодательстве. При возникновении проблем пользователи могут подать жалобу через систему ЕУТНЭШ. Нареканий ещё много. Деятельность главной ТЭЦ города Ридера проверят прокуроры. Внештатную ревизию инициировали в областном Акимате. Накануне из-за некачественного топлива на ТЭЦ вышли из строя сразу несколько котлов. Почти двое суток около 30 тысяч жителей многоэтажек оставались без стабильного теплоснабжения. В Ридер экстренно доставили свыше 130 тонн мазута с местного городообразующего предприятия и теплоэлектроцентральюст Каменогорска. Таким образом был обеспечен 100-дневный топливный запас. Напомню, состояние главной ТЭЦ Ридера близко к аварийному. По оценкам представителей коммунальных служб, оборудование изношено почти на 100%. А для элементарной подготовки станции к зиме 180 бюджетным организациям города пришлось выплатить 90 миллионов тенге аванса за счет еще не предоставленных услуг. Сейчас с комитета надзора там находится представитель, зампредседателя комитета. То есть они будут проводить свое расследование по этому поводу. И уже по результатам уже будут приняты какие-то меры. То есть вина чья-то будет установлена. Если она имелась ли, ну я думаю в любом случае ответственность виновные люди понесут. Больше полувека ждали строительство железнодорожного переезда жителей села Жалпаксас в Жамбылской области. Ранее сельчанам, чтобы выехать на трассу Западной Европы, Западной Китой, приходилось наматывать лишние километры через соседнее село. Необорудованный переезд был закрыт с конца 60-х после крупной аварии. Отмечу, дорога, на которой он расположен, находится на балансе Кыргызстана. Поэтому строительство переезда долго откладывали. Для перегона скота жители использовали подземный переход, но сельхозтехника и транспорт проехать там не могли. Теперь проблема решилась. Раньше приходилось проходить под мостом, но для проезда большой техники он не годится. Даже машина скорой помощи не могла проезжать там. Чтобы попасть в наше село, медикам приходилось объезжать 12 километров через село Ташула. Поэтому очень хорошо, что у нас появился переезд. Была создана комиссия рабочая группа по решению данного вопроса. Проведены дилектные встречи с Кыргызстей Моржулы. Было принято открыть переезд согласно действующим нормативам железной дороги. Нижние места в вагонах некоторых поездов станут на 20% дороже верхних. К это же вводит дифференцированный подход к стоимости проезда в пробном режиме. Чтобы, цитирую, равномерно распределить и удовлетворить спрос пассажиров на нижней полке. Пока новые тарифы введут временно с 1 декабря до 28 февраля следующего года. Нововведение коснется следующих направлений. Из Алматы в Мангустау, Уральск, Петропавловск и Атырау. А также из Астаны в Шемкент. Мы провели специальный мониторинг в наших социальных сетях, что спросить на мнение наших подписчиков, среди населения, пассажиров, стоит ли отличать цену верхних мест от нижних мест. И как нам показал мониторинг, что действительно разница стоимости должна быть. Именно мы пока решили только в коммерческих поездах, в пилотном режиме, не в социально значимых маршрутах, а именно в коммерческих направлениях. Коммерческие поезда, цены варьируются в том плане, что они не субсидируются, во-первых, от государства. На формальный процесс подготовки водителей пожаловали сегодня мажоресмены. Говорят, сложившаяся система вынуждает казахстанцев покупать права, что ведет к росту коррупции. Напомню, четыре года назад у новичков появилась возможность сдать экзамены, самостоятельно изучив фазы вождения и правила дорожного движения. Мажоресмены предложили отменить способ самообучения и разработать новый порядок сдачи экзаменов. Кроме того, для открытия учебных центров больше не требуется получать лицензии и разрешения. Сегодня в стране около 800 таких центров. Выросло количество школ без материально-технической базы, которые просто печатали сертификаты. Считаем необходимым исключить возможность онлайн и самоподготовки водителей и усилить требования к процессу сдачи экзаменов. Пересмотреть порядок приема экзаменов в спецссонах с учетом предоставления возможностей для сдачи экзаменов во всех районных центрах. Казм Шумар Тукаев В качестве кандидата в президенты посетил Республиканский общественный штаб, где ознакомился с деятельностью центров агитации и аналитики, общественной приемной, штаба наблюдателей и молодежной зоны. Планируется, что его члены посетят более 200 населенных пунктов страны и проведут свыше 52 тысяч мероприятий. Всего в предвыборной кампании участие примут 7,5 тысяч активистов народной коалиции. Казм Шумар Тукаев представил свою предвыборную программу, а также заслушал информацию о работе республиканского и региональных общественных штабов. Глава государства выразила представителям всех штабов признательность за доверие. В нашей стране накопилось много системных проблем в социальной сфере, экономике, политике. И выросло недоверие граждан государства. К власти. Это тормозит устойчивое развитие нашего государства, ограничивает созидательные возможности нации. Кандидат Мирам Кажикен посетил восточный Жизказганский рудник, где встретился с сотрудниками предприятия Жизказган Цветмет. Как это было в следующем материале. По прибытии в Ванянский рудник, кандидат Мирам Кажикен получил всю необходимую экипировку и сразу спустился в шахту. Первым делом он побывал на участке водоотлива, горизонт минус 170, что на глубине 260 метров. На нашем участке работает 92 человека. Здесь находится насосная станция, где мы выкачиваем воду. После насосной станции кандидат спустился в ремонтный пункт горнорудных механизмов, который находится на глубине 350 метров. Шахтеры рассказали о своей работе и поговорили с Мирамом Кажикеном о предстоящих выборах. А уже на поверхности кандидат пообедал с шахтерами и ознакомился с их меню. К слову, в корпорации «Казахмыс» действует крупнейший профсоюз, где состоят больше 50 тысяч человек. Кандидат в президенты Каракат Абден встретилась с владельцами мастерских по пошиву национальной одежды. Она представила свою предвыборную программу и ответила на вопросы избирателей. Во время беседы предприниматели принимали ряд волнующих вопросов, а также озвучили свои предложения и рекомендации. Отмечу, кандидат в президенты Каракат Абден продолжает агитационную кампанию и планирует посетить разные регионы страны. Национальная казахская одежда отражает культуру и традиции нашего народа. Мне нравится шить колоритные наряды, вручную создавать национальные украшения и развиваться в этом направлении. Сегодня мы подняли ряд проблем, поделились своими мыслями. Это была полезная сессия вопросов и ответов. На дефицит поливной воды жалуются фермеры Туркестанской области. По их словам, проблема нехватки водных ресурсов нарастает с каждым годом. Этот вопрос они поднимали на встречу с кандидатом в президенты Жигули Дайрабаевым. Он отметил, дефицит негативно сказывается на сельском хозяйстве. Кандидат в президенты от партии АОЛ также обсудил с аграриями вопросы кооперации мелких крестьян и доступность финансирования земельных и технических ресурсов. Отмечу, в этом году хлеб-коробы Туркестанской области засеяли больше 120 тысяч гектаров. Они планируют собрать 300 тысяч тонн хлопчатника. Достижение Туркестанской области – это высокая сплоченность товаропроизводителей. Они не ждут манну небесную, на самом деле берут все в руки и имеющиеся средства все используют для сельхозпроизводства. С одной стороны, для государства это хорошо, для общества это хорошо, потому что каждый агробизнесмен самостоятельный. В этом плане мы радуемся. Нурлана Уизбаев, кандидат от Общенациональной социал-демократической партии, решил встретиться с жителями одного из самых исторических сел Актюбинской области. Делегация отправилась в село Бестама Калгинского района, где захоронен великий полководец Есиат Батор. Кандидат в президенты и его сторонники презентовали сельчанам предвыборную программу. Уизбаев остановился на основных пунктах кампании, а однопартицы рассказали детально, что они значат и как будут работать. Не остались равнодушными и сами жители региона. Они задавали много вопросов и о кандидате, и о партии, и о программе. Встреча затянулась на полтора часа. На данной встрече участвовали около 80 человек, избирателей. Наш кандидат от ОСДП разъяснил свою предвыборную программу, а также ответил на животропительные вопросы избирателей касательно партии, касательно программы, касательно проблемы села, которых немало в данное время. Сразу после Нурлана Уизбаев посетил захоронение Есета Батыра, одного из самых известных героев казахского народа, проявившего отвагу в борьбе с джунгарскими захватчиками. Отмечу, это место ежегодно посещают тысяч паломников, в том числе иностранцы. Кандидат в президенты Салтанат Турсумбекова продолжает агитационную кампанию в Караганде. Там она встретилась с правозащитниками и представителями неправительственных организаций. На повестке один из главных вопросов – права человека. Ему навстречу уделили особое значение. Отмечу, это первая поездка Турсумбековой в регионы с начала агитации. Ранее визит в Коксчитал пришлось перенести из-за непогоды. Вопросы верховенства права, справедливого правосудия, обеспечения безопасности – это один из краеугольных камней в благополучии граждан, в обеспечении благополучия граждан. Участники многие – это матери, и одно из самых для нас значимых вопросов – это именно социальная сфера. И они же обозначали, что очень много вопросов не урегулировано. Продолжаем выпуск. Хасимжа Мартукаев поздравила Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В своей телеграмме он отметил, что высоко ценит многолетнее партнерство с Великобританией, основанное на прочных узах дружбы и взаимного уважения. Глава государства высказал уверенность в том, что лидерские качества и программа преобразования Риши Сунака сыграют решающую роль в построении еще более сильной и устойчивой страны. Спрос на природный газ будет превышать предложения вплоть до 2025 года. К такому выводу пришли представители стран-экспортеров на форуме в Каире. Отметили, что инвестиции в добычу увеличиваются, однако в течение следующих трех лет новых источников поставок ждать не стоит. Напомню, энергокризис привел к тому, что большая часть стран ЕС в поиске альтернативы российскому газу. По этой причине 24 ноября пройдет еще один неочередной совет Евросоюза по энергетике. Ранее Египет и ЕС объявили о сделке, по условиям которой арабская страна будет перерабатывать газ, добываемый Израилем. Цель нашего форума не заключается в создании лобби или влияния цен на газ. Мы просто говорим о том, что нам необходимо достичь баланса между производством и потреблением природного газа. И еще о событиях в мире. Изменение климата провоцирует диаметрально противоположные погодные явления в Африке. На западе континента борются с последствиями наводнений, в то время как Восток страдает от засухи. Кроме того, экстремальная погода установилась в других частях света. Подробнее в нашем международном обзоре. Сюрпризом для жителей Каира стали снег и мелкий град. Редкие погодные явления для этих широт. Садки не помешали бы другим африканским странам, например, Кении и Сомали. Эти регионы переживают сильную засуху. Ученые настаивают, для урегулирования ситуации необходимо контролировать выбросы СО2 в мире, а также инвестировать в выращивание культур, которые более устойчивы к таким погодным условиям. В разных регионах Африки разные погодные явления. Где-то засуха, а где-то наводнение. Но причина у этого одна. Это феномен Эль-Нинью, колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. И в зависимости от того, где находится теплая вода, там и больше осадков. На Западе много наводнений, а на Востоке отсутствие осадков и засуха. Такая ситуация сохраняется на протяжении долгого времени. И, возможно, изменение климата увеличивает вероятность всего этого. В Нигерии с начала года из-за наводнений погибли больше 600 человек. Почти полтора миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома. Под водой осталось больше 300 тысяч гектаров посевов. И сейчас власти обеспокоены вопросами продовольственной безопасности. Под угрозой и деятельность крупных нефтяных компаний. Богатые сырьем районы также затоплены. С сильными наводнениями столкнулись жители Бангладеша. На страну обрушился циклон. Затоплены улицы. Ранее порывы ветра достигали 88 километров в час. На прибрежные районы обрушились волны высотой около трех метров. По данным властей, погибло несколько десятков человек. Сейчас в регионе восстанавливают электроснабжение и подсчитывают убытки. Из-за шторма и дождя очень тяжело. Все улицы затоплены. Поэтому нам очень трудно управлять нашими велорикшами. Во Франции ликвидируют последствия торнадо. Стихия повредила дома на севере страны. Это очень редкое погодное явление в регионе. Смерть образовался за считанные минуты. Скорость ветра превысила 200 километров в час. Погибших нет. Один человек пострадал. Российская армия отработала ядерный удар под управлением Путина. Президент России лично провел учения наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания. В ходе маневров были произведены запуски баллистических ракет и отработано нанесение массированного ядерного удара в ответ на атаку условного противника. По полигону Кура на Камчатке выпустили межконтинентальную баллистическую ракету Ярс с Плесецкой и баллистическую ракету Синева из акватории Баренцевого моря. О проведении учений ГРОМ-2022 были официально проинформированы в США. Представитель Пентагона генерал Пэт Райдер сообщил журналистам, что это ежегодные учения и они являются плановыми. Однако из-за текущей геополитической ситуации американское министерство обороны пристально отслеживало их проведение. Казахстанские программисты приняли участие в крупной международной выставке в Узбекистане. Они приехали туда не с пустыми руками. Наши соотечественники представили новые идеи. Некоторые их разработки уже внедрили в соседние республики. Свои проекты на международной выставке в Самарканде представили и казахстанские IT-специалисты. Многие идеи уже приносят пользу, в том числе и жителям соседней республики. Так в Ташкенте запустили программу, с помощью которой выявляют неправильно припаркованные автомобили, а в Намангане внедрили систему отслеживания правонарушений. Мы сейчас на данный момент подписали контракт первый, это в этом году. Проект у нас заключается в городе Наманган, это Наманганская область. У нас там сейчас на данный момент реализовано 18 аппаратных программных комплексов. Для того, чтобы реализовать экспорт, мы получили все разрешения, документации. Наша система казахстанская, Сергей, мы получили признание, сертификации. Также у нас есть сертификация поверок. У нас центральный офис в Казахстане, и мы юридически полностью присутствуем в территории Узбекистана. Я глава этого офиса, и мы развиваем бизнес. У нас есть работающие объекты, 4 объекта, которые показывают хорошие результаты в Узбекистане. И в планах на 2023 год реализацию еще как минимум 10-15 объектов. В Узбекистане, говорят организаторы выставки, созданы максимально комфортные условия для иностранных IT-компаний. Это привлекает разработчиков софта. Мы должны позиционировать целый рынок Центральной Азии, как IT-хаб. Мы не должны конкурировать, Узбекистан станет, IT-хаб в Центральной Азии, или Казахстан станет. Лучше сотрудничать, потому что все равно заказы мы будем привлекать из западных стран, из стран, где экономика достаточно большая, и где наблюдается дефицит рабочей силы. Самарканд – второй по величине мегаполис Узбекистана. Совсем недавно город принимал членов саммита Шанхайской организации сотрудничества. В ближайшем будущем из туристического центра он может превратиться в центр притяжения IT-специалистов Центральной Азии. По крайней мере, на это делают расчет организаторы выставки. Казахстанские экологи предложили коллегам из Южной Кореи совместно реализовать проект по озеленению высохшего дня Горальского моря. Этот вопрос обе стороны обсуждали в Алматы. Там впервые прошла Ассамблея Азиатской организации сотрудничества в области лесного хозяйства. Как отметили специалисты, озеленение – один из самых действенных способов борьбы с солью и песком. Согласно проекту, деревья будут высажены на территории в 160 тысяч гектаров. Мы приглашаем АФОК принять участие в этом. Сейчас мы обсуждаем этот момент. И в будущем у нас будет совместный проект, где на территории осушенного Аральского моря по созданию питомника. Мы сегодня это свое желание и наше предложение озвучили. Секретариат, в принципе, поддерживает. Ну, мы сейчас этот технический момент отрабатываем с нами. Всем известно, что в Корее успешно восстанавливают леса. И мы готовы поделиться своим опытом с Казахстаном, который является для нас одним из главных представителей среди стран Центральной Азии. Лес играет ключевую роль в сохранении климата. Поэтому будем совместно решать проблемы климатического кризиса. Добавлю, полноправным участником азиатской организации Казахстан стал в 2019 году. Главной офис находится в Сеуле. И это была первая ассамблея, которая прошла за пределами Южной Кореи. Новая реальность, новые медиа. Сегодня стартовала Астана Media Week. Она собрала в столице больше сотни экспертов в области СМИ. Вместе с расширением технологических возможностей появляется и бесконечный поток информации, которую сложно поделить на достоверную и фейковую. Как масс-медиа меняются под влиянием новых технологий и как отличить правду от лжи, эти вопросы обсуждали сегодня международные эксперты. Стать распространителем фейковой новости сейчас может кто угодно. Достаточно, к примеру, взять обычный шоколадный батончик, поместить туда проволоку, снять все это на видео и опубликовать в социальных сетях. Все, фейковая новость улетела в цифровую реальность. И таким новостям почему-то верят пользователи интернета. Еще один свежий фейк распространяют в WhatsApp. В аудиосообщении женщина рассказывает, как неизвестные пытались похитить ее сына, заманивая конфетами. Позже этот факт опровергли в МВД. Население больше очень сильно верит в фейковую новость. Почему? Потому что они подаются очень вкусно, очень интересно, очень хорошо для людей. К сожалению, государство с такими проблемами, с такими фейк-новостями очень тяжело бороться, противостоять им, потому что они сразу же предлагают выгоду в тысячу раз. Сейчас можно сказать то же самое. Если в Ютубе посмотрите рекламу в различных финансах пирамид, они используют такие ключевые слова. Используют наши госкорпорации, президента нашего используют, либо других известных людей, актеров. Вырезки просто берут из различных выпусков новостей. С этим борются сейчас постоянно, но такая проблема существует во всем мире. Вместе со стремительным развитием интернета усиливается и желание людей постоянно быть в центре событий. Доступ в социальные сети сейчас есть у всех вне зависимости от возраста. Пользователи поглощают информацию, не задумываясь о ее достоверности. У любой фейковой новости есть какая-то причина. Как правило, это могут быть причины коммерческого характера, чтобы люди не покупали что-то, либо покупали что-то, вкладывали деньги во что-то или не вкладывали. Плюс может быть причина разжечь какую-то рознь, национальную, религиозную, спровоцировать беспорядки, кого-то обелить, кого-то, скажем, чью-то репутацию попортить. То есть это все вот такие причины. Ну и есть, конечно же, люди, которые это делают просто ради смеха, веселья. Законодательством предусмотрено наказание за распространение ложной информации, разжигание межнациональной розни и ущебление чести и достоинства человека. Однако, эксперты говорят, этого недостаточно. Есть запрещенная информация, а есть деструктивный контент. То есть деструктивный контент – это очень понятие расплывчатое. Например, это может быть пропаганда child-free, это может быть реклама экстренных способов похудения, это может быть вот эта реклама, как называется в России, когда дети прыгают на поезд, прицеперство или зацеперство, не помню. То есть это какая-то информация, которая вроде не запрещена, но на какую-то категорию граждан она может оказывать деструктивное влияние. Поэтому любую информацию нужно перепроверять, в том числе используя официальные источники. Читать только проверенную, из проверенных источников брать информацию. То есть любое СМИ, у нее есть лицензия, они аккредитовываются, они ежегодно проходят определенную юридическую процедуру. Также эти все соцсети, не только Телеграм, но и Инстаграм, то же самое, Фейсбук, Ютуб, они проводят верификацию также этого канала. То есть если он не анонимно верифицирован, то ему можно, информацию, которая там выходит, более-менее хотя бы уже можно проверять. Ситуация в мире постоянно меняется. И навыки, которые проявили вчера, они постоянно требуют модернизации и обновлений. Мы, как уполномоченные органы, заинтересованы в развитии медиашколы как основной инструмент повышения грамотности и профессионализма наших коллег. Прививать детям критическое мышление необходимо с раннего возраста. Об этом сегодня активно говорят международные эксперты. В Казахстане уже ввели в учебную программу специальный предмет медиаграмотность, меняется и подача информации на телевидении. Мы используем силу медиа, которая у нас есть, для того, чтобы... Не то, чтобы обучить детей, сложно чему-то насильно обучить через экран. Детям можно подсказать и дать какие-то советы, к которым они прислушиваются. Мы, например, делали кампании по интернет-безопасности. Это были некие правила, совет поведения в интернете. И дети сами сидели и рассуждали. С кем, например, можно разделить свой пароль, который уйдет в интернете? Эксперты все как один говорят о том, что обезопасить себя от недостоверной информации можем только мы сами. Поэтому учиться фильтровать новости никогда не поздно. Сабин Рахимбай, Арман Ахшабаев, Растан Беку Спанов, Хабар 24. Тем временем определены лучшие идеи телевизионных проектов для молодежи в рамках «Астана Медиа Уик». Теперь их покажут на телеканалах агентства «Хабар». Среди победителей социальный проект «Герои среди нас», интеллектуальный IQ-дебаты и музыкальный «Сейн Джайла Ковер». Отбор проходил в два этапа. Всего на конкурс поступило около 50 заявок, из которых жюри отобрало 8. Это интеллектуальные и социальные работы, музыкальное шоу, мотивационный сериал и документальная драма. К слову, заявки подавали и зарубежные авторы. В Алматы проходит бьеннале звукового искусства и современной музыки «Коркат Саунд». В его программу вошли три музыкальных концерта. В них участвуют как местные, так и зарубежные артисты. Представлено пять аудиовизуальных инсталляций. Но главной изюминкой вечера стали казахские композиции, придуманные искусственным интеллектом. Гафу Али расскажет подробнее. Название «Корката» организаторы выбрали не случайно. В одноименном эпосе как раз и проявляется любовь казахского народа к музыке. На этой выставке саунд-художники изменяют либо дополняют традиционные композиции с помощью современных технологий и искусственного интеллекта. Тем самым они придают мелодиям новое звучание. Будет уникальный перформанс, когда Даулет Джаншин, дамбрист, будет в реальном времени исполнять композиции на дамбре, а его программа будет считывать движения дамбриста и в реальном времени выдавать графическую портитуру и звучание непосредственно самого компьютера. Вместе это соединится и создаст уникальный звуковой ландшафт, который абсолютно неповторим. На сборном концерте «Коркут Саунд» выступили пять артистов. Трио, в составе которого мультидисциплинарный художник-музыканты Коба Зис создавало на сцене композиции из звуков природы. Адам Брис Даулет Джаншин в дуэте с британским саунд-художником Хун Шо Фанем придали к ее новое звучание, а помог им в этом искусственный интеллект. Внедрять современные технологии в искусство музыки – требование времени. В моей карьере это встречается впервые. Никогда не думал, что такое возможно, и даже не представлял себе, что буду выступать с дуэтом, с искусственным интеллектом. Музыкальные инсталляции можно посетить в Ботаническом саду, Центральном выставочном зале и Музее народных музыкальных инструментов. Гафу Али, Радик Джакупов, Хабар-24, Алматы. К этому часу пока все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова